Добрый день, уважаемые коллеги. Я большое спасибо Елена Александровна за очередное приглашение к участию в школе. Я очень люблю вашу школу. И, собственно говоря, переходя к теме своего доклада, задача была довольно-таки сложная, потому что вот вы сейчас говорили об МРТ, я МРТ не буду показывать вам. Это ХЕР2-позитивно-молекулярный тип, агрессивная опухоль. Поэтому в основном все иллюстрации, которые будут, это будет маммография и УЗИ. Ну и, собственно говоря, прежде чем говорить вообще о биологических подтипах опухоли, ну я, к сожалению, на первой части не была, но я думаю, что вы все подробно разобрали с патоморфологом и, собственно говоря, я почему хочу остановиться на том, какая у нас сейчас диагностика с вами. Вы посмотрите, она строится на трех аспектах. Диагностика молекулярная, инструментальная и интервенционная. То есть на сегодняшний день мы обладаем, ну, на самом деле арсеналом очень больших возможностей и можем использовать все, что угодно. Но, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что наша панель интересов складывается из факторов риска, из проблем в нарушении в эндокринной сфере, о том, что мы знаем биологические типы опухоли, мы стремимся, все, что мы знаем, если у пациента стоит рак молочной железы, то, естественно, на сегодняшний день вся терапия, которую мы проводим, она все-таки становится персонализированной, да? То есть панель наших интересов сводится к тому, что мы стремимся к персонализации, как диагностики уже получается, так как мы разбираемся в биологических подтипах опухоли и, соответственно, строим из этого плана индивидуальный для каждого пациента. Во всяком случае, к этому стремимся. Достаточно обширная статья, я, кстати, иллюстрацию тоже сегодня показывали, наверное, раз пятый или шестой, но я опять же остановлюсь. Рак молочной железы является клиническим и биологическим гетерогенным заболеванием, разнообразным. И, соответственно, есть четыре типа, и мы остановимся на том типе, который относится к достаточно агрессивным формам. Что касается, если говорить о том, какие работы в последние годы были написаны, изданы, какие исследования проводились, вот одно из исследований, посмотрите, количество публикаций за последние десятилетия, составляет, где были такими ключевыми словами диагностика рака и ранее выявление рака молочной железы, посмотрите, какое количество статей написано. Вы скажете, мы все знаем, а что же столько пишут? То есть мы до конца ничего не знаем, получается. И если взять и говорить о том, вот в одной статье, которая посвящена оптимизации, классификации и диагностики рака молочной железы, то классификация основана на двух таких факторах, как классификация может быть гистопатологическая, и также классификация молекулярная. Ну и, собственно говоря, здесь на слайде это и приведено. И если мы говорим о том, что подтип люминальный имеет, а, допустим, имеет лучший прогноз, то прогноз при агрессивных формах опухоли, таких как HER2-позитивный рак и трижды негативный рак, очень бывает сомнительным. Что касается рецептора HER2, это трансмембранный рецептор протеина теракиназа, присутствующий в нормальных эпителиальных клетках молочной железы. Однако, когда сверхэкспрессия около 20%, возникает нестабильность и чрезмерная пролиферация. Таким образом возникает из этого так называемого HER положительный подтип. Много исследований посвящено этому рецептору, но в заключении можно сказать, что на сегодняшний день именно HER2-позитивные опухоли, они на сегодняшний день имеют прогноз лучший. Почему? Потому что появилась таргетная терапия. И эти опухоли демонстрируют эффективный ответ на как раз химио-гормональную терапию. И это важно. В начале пути, когда только стали изучать биологические подтипы, такового не было. Если говорить о биологии рака молочной железы, то вы видите, на сегодняшний день существует большое количество установленных, многообещающих биомаркеров рака молочной железы. Здесь на слайде приведено, которые могут судить о прогнозе и могут выступать как диагностические маркеры. Интересный момент, почему я решила вам привести эту схему. Посмотрите, схематическое изображение простого биосенсора для обнаружения специфических биомолекул. На самом деле, если говорить с точки зрения клиники, это, наверное, может быть интересно, но этим занимаемся больше не мы, онкологи или специалисты лучевой диагностики, этим занимаются молекулярные биологи. Но, тем не менее, на вот этом слайде очень интересно показано, какие специфические биомаркеры есть, как они циркулируют и, в общем-то, вот какая взаимосвязь между ними есть. Кроме того, что еще изучают? Изучают гены, которые общие для различных мультигенных тестов. То есть наука движется вперед. Кроме того, я думаю, что вы видели диаграмму вена, показывающую общее количество генов белков между различными мультигенными тестами. То есть такая схема часто присутствует, когда говорят как раз о биологических по типах опухоли. Интересная статья, почему я на нее обратила внимание, она как раз, собственно говоря, отражает тему моего сегодняшнего сообщения. Потому что, в общем-то, я буду говорить больше с точки зрения не как онколога, а человека, который занимается диагностикой. Трижды отрицательный HER2-положительный рак молочной железы, выявленный при маммографическом скрининге, показывает отличный прогноз. Собственно говоря, целью исследования было изучить, что при скрининге мы выявляем. И особенно акценты ставились на лица, у которых были выявлены типа HER2-положительный, HER2-отрицательный опухоли. В саму исследовательскую группу вошли 823 пациента с подтвержденным диагнозом рак молочной железы. Но он был подтвержденный потом на рентгенограммах. По классификации Bayratz кодировка была, где звучало точно совершенно Bayratz-5. Возраст женщин был от 50 до 60 лет. Это исследование проводилось в период от 2006 по 2014 год. И, собственно говоря, у 572 были выявлены с помощью скрининговой маммографии изменения в молочных железах. И вот что касается группы как раз HER2-позитивного рака молочной железы, то в этой возрастной группе были выявлены опухоли. И несмотря на то, что поведение этих опухолей было агрессивное, после медианы наблюдения в течение 8 лет отдалённая безрецидивная выживаемость составила более 90%. И, собственно говоря, это замечательно. Ну и, собственно говоря, вот здесь на слайде, в таблице, вы видите гистопатологические особенности инвазивного рака молочной железы в зависимости от метода, так сказать, обнаружения, ну, в частности, метод маммографии. И вот если считать, размер опухоли в большей части составлял менее 2 см, что касается как раз HER2-позитивного рака молочной железы, то таких пациентов было всего 57 человек, это 10% среди всех. И, собственно говоря, эти пациенты характеризовались... Следующие характеристики были при выявлении этого рака. Размер опухоли был меньше 2 см у 45 человек, у 12 человек размер образования был больше 2 см. Кроме того, если говорить об отдаленных метастазах, у всех было М0, то есть метастазов отдаленных выявлено не было. По гистологической степени первый, второй, третий класс распределение было 4, 33%, и 53% это третья степень, гистологическая степень, злокачественная. По рецепторам чаще всего... Вот по КИ-67 чаще всего опухоли были... Коэффициент злокачественности был значительно высок, что я, собственно говоря, дальше покажу, но на клинических примерах. Ну и вот эта вот схема показывает, что, в общем-то, у пациентов на протяжении 8 лет, несмотря на то, что это был ХЕР-2 положительно агрессивный опухоль, собственно говоря, результат замечательный в плане того, что пациенты живы-здоровы и, в общем-то, таким образом. И вот вам клинический пример, как раз, собственно говоря, я перекликаясь с этой статьей и на собственном клиническом материале, собственно говоря, это также согласуется и с нашими данными, пациентка 64-го года рождения проходила профилактическую маммографию, и, собственно говоря, ежегодно то, что проходят женщины в поликлиниках по месту города, и на маммограммах было выявлено узловое образование в левой молочной железе. Но если посмотрите, то узел, сложно назвать это узлом, вы видите участок перестройки структуры, да? И что еще было, в общем-то, важным? Вот для ХЕР-2 позитивного рака молочной железы, ну и, собственно говоря, освоилось даже больше на собственном опыте, чем даже в литературе, могу сказать, что вот этот рентгенологический признак, когда либо есть асимметричность рисунка, либо есть перестройка структуры тканей, если еще присутствует отек кожи, вот это вот ведущие рентгенологические признаки данной опухоли. Наличие узла может быть, но это не так, так сказать, часто встречается, как именно достаточно, скажем так, и по словам пациента клинические, они говорят о том, что, в общем-то, появилось уплотнение, которое увеличивается. То есть, собственно говоря, и вот данный клинический признак, посмотрите, КИ-67 у пациентки составлял 43%, эстрогены прогестерон были 0%, ХЕР-2 3+, да? Другой клинический признак, вот тоже обратите внимание, пациентка 57-го года рождения, лечение, это, собственно говоря, ретроспективный клинический случай, лечение она проходила в 2022 году, а выявлено образование было, собственно говоря, тоже случайно. Вот, и по ТНМ классификации это Т1 поставили, потому что все-таки это был, видите, узел в верхненаружном квадранте правой молочной железы. Но тоже, опять же, вот если смотреть данные УЗИ, вы видите, вот снижение узел неправильной формы, и вот он какой-то размытый. Нету такого четкого, когда мы видим узловое образование. Все связано с такими тяжами, с перестройкой. И тоже по, так сказать, результатам иммуногистохимического исследования у этой пациентки тоже наблюдался высокий КИС 67-55%. Ультразвуковое исследование, казалось бы, по стандарту, когда мы говорим о том, что мы проводим, так сказать, исследование, то мы начинаем с чего? Как правило, у пациента у нас чаще всего возрастная градация идет, ну, когда диагностический поиск, это возраст пациента уже старше 40 лет, и на первом этапе мы вроде как делаем с вами маммографию. Однако существуют статьи, говорящие о том, что если в условиях и в среде проживания, и в той клинике, где работает врач, часто бывает, что и нету приличного маммографа, то обследование начинают с ультразвукового исследования. И вот такое, в общем-то, достаточно длительное исследование, длительность его, был собран комплекс клинических исследований в течение 18 лет, отобрано было 26 клинических исследований, где, собственно говоря, УЗИ показало достаточно высокую чувствительность и специфичность. И вы видите диагностическую чувствительность и специфичность, где рассматривали страны с низким и средним уровнем дохода, так вот, ультразвуковое исследование на это не влияет. Оно показывает высокую чувствительность исследований, 89 и специфичность 99. То есть для диагностики рака при наличии того, что, конечно, специалист ультразвуковой диагностики достаточно квалифицирован, имеет опыт, то это, в общем-то, имеет значение. Ну и, собственно говоря, пример. Тоже пациентка 81 года рождения. Лечение она проходила в 2017 году. Она, собственно говоря, и обратилась сначала не... Она обратилась за тем, что она планировала беременность и проходила обследование. И при ультразвуковом исследовании было найдено вот такое вот гипоэхогенное образование, неправильные ориентации, вертикальные ориентации, достаточно мелких размеров. Но, когда смотрели, выявили несколько таких участков в верхнем наружном квадранте. Естественно, пациентка дальше ей, несмотря на ее юный возраст, была предложена мамография. Но вот на мамографии могу сказать... Сейчас, одну секунду. Ой-ой-ой. Что-то съехала. А как в начало выйти? Я застряла. Нижняя кнопка. Соскочила, извиняюсь. Так вот, у этой пациентки мамография... Вот если вы посмотрите, я прицельно сделала снимок. Вот зона соответствует тому, что я увидела при УЗИ. Ну, не очень убедительно совершенно. Там единственное, что у нее было, клинически была яркая картина. Пальпировалось уплотнение, и кожа немножко была как бы утолщена. То есть такая отечность была кожи. А вот мамография показала только какую-то локальную перестрою к структуре. И, соответственно, мы сделали биопсию и подтвердили, что у пациентки вот такая ситуация. Еще, собственно говоря, тоже основываясь и на собственном пути, хочу сказать о том, что вот HER2-позитивный рак молочной железы достаточно часто бывает диагностирован на фоне беременности. Таких пациентов достаточно много бывает. Вот статья, которая как раз посвящена этой патологии, рак молочной железы во время беременности, говорит о том, что вот по статистике беременных пациенток было выявлено в сравнительном аспекте больше с HER2-положительным раком молочной железы, нежели пациенток, которые были небеременными. И вот вам клиническая такая история. Пациентка обратилась. На уже почти 29 недель беременности было. Значит, на момент лечения, это был 2013 год, согласование с акушерами-гинекологами, так как мы подтвердили при ультразвуковом исследовании, видите, было гипоэхообенное образование, и ощущение было, что там очень много микрокальцинатов. И был очень бешеный кровоток по данным цветового дуплевского кортирования. Маммографию мы сделали уже после родоразрешения. Значит, она родила ребенка. Ребенок, кстати, жив-здоров, пациентка жива-здорова. Прошло уже 10 лет. Но я хочу сказать, для нас тогда была тяжелая история, потому что нам надо было принимать быстрое решение, потому что и со слов пациентки это достаточно быстро росло. И уже после того, как она родила, мы сделали маммографию. И на маммограммах, на, собственно говоря, таком фоне, в верхненаружном квадранте определяется участок перестройки структуры с множественными кальцинатами. Кальцинаты есть при ХЕР-2, позитивном раке молочной железы, но нечасто они прям так встречаются. Еще, собственно говоря, ну крайне редко при слизистом раке молочной железы описываются случаи ХЕР-2, позитивного рака. И вот в частности, хочу привести пример такого пациентки. Было очень сложно установить диагноз, потому что пациентки образование, если вы видите, локализовалось в верхненаружном квадранте на границе с акселлярной областью. И, собственно говоря, она, я так понимаю, даже какое-то время ходила, потому что все ссылались на то, что типа это лимфатический узел. И, ну, оно у нее стало не сколько расти, сколько уплотняться, да, плотность стала более высокая, и контуры стали нечеткие. И обратите внимание, мы сделали биопсию, очень сложно, кстати, очень было сложно установить диагноз. Почему? Потому что мы брали очень много раз биопсию, могу сказать, три раза, и только на третий раз нам дали, что это, во-первых, слизистый рак, во-вторых, это ХЕР-2-позитивная опухоль. Хотя, казалось бы, вот такое вот образование. Другой пример ХЕР-2-позитивного рака молочной железы. Пациентка наблюдалась в динамике. В 2010 году мастопатия, а вот в 2018 году появились участки перестройки структуры, она пришла. И, собственно говоря, пришла она, кстати, пришла. Не она каждый год ходила, а тут пришла даже раньше, у нее появился отек кожи. Другая ситуация, да, и вот эта же пациентка при ультразвуковом исследовании, видите, такие участки снижены их агенности, их несколько, и вот с достаточно выраженным кровотоком. Другая ситуация тоже, ну, вот это я вам показывала, как раз это вот та пациентка, которая, у которой по УЗИ было выявлено, а на маммограммах, в общем-то, картина была вот такая достаточно непонятная. Другая пациентка тоже, вы видите, на маммограммах левой молочной железы, вот есть такая вот асимметричность рисунка, больше ткани, и есть такая перестройка в верхненаружном квадранте. Другой пример тоже, то же самое, левая молочная железа, тоже перестройка структуры ткани, но там есть узловое образование в верхненаружном квадранте, контур виден, но что еще, собственно говоря, сопутствует этому? Отек и утолщение кожи присутствует. И, собственно говоря, вот иногда вот такая перестройка структуры ткани, мы не видим ни узла, ничего, и в некоторых случаях, вот как в данном случае, мы проводили АФЭК КТ, чтобы посмотреть, куда же нам делать биопсию. Как бы диагноз налицо, а подтверждений нет. И другая ситуация, это вот, собственно говоря, совсем недавняя история. У пациентки, в общем-то, клинические, рентгенологические, было понятно, что у нее злокачественная опухоль. Но вот если посмотрите на маммограммы левой молочной железы, обратите внимание, узел, он вот слабо проглядывает. Если посмотрите там на границе верхних квадрантов, и посмотрите на фоне химиотерапии, вот он проявился. Отек уходит, и мы видим узловое образование. Ну и, естественно, перед тем, как мы начинаем лечение таким пациентам, а, как правило, эти пациенты у нас на первом этапе проходят химиотерапию, и, собственно говоря, мы обязательно маркируем эту опухоль, как показано на данном слайде, используем. Маркеров много. Мы используем такие титановые маркеры, и, собственно говоря, вот в данном случае в опухоль поставим. Потому что бывает ситуация, курсов химии много, и пациентки делается, а потом на каком-то этапе узел может исчезнуть. И в этой ситуации что мы должны делать, где его искать. Есть еще исследования, касающиеся проведения ПЭТ-КТ для как раз этой группы пациентов, с таким типом пациентов. И, собственно говоря, ПЭТ-КТ часто выявляет отдаленные метастазы у 14% пациентов, как в данном исследовании было выявлено прогрессирование рака молочной железы. И вот заключение, совсем коротко, я про лечение не хочу сказать, но так как я смотрела много чего, мне попалось несколько статей, которые говорят о том, что, собственно говоря, наука не стоит на месте. И с помощью, собственно говоря, различных молекулярных тестов мы можем докопаться до какой-то сути, до совсем уж опухоль подробно изучить. И вот, кстати, здесь приводится как раз статья, посвященная радиогеномному анализу прогнозирования статуса ХЕР-2 при раке молочной железы путем увязки функционального модуля ультразвукового радиомикрофона с биологическими функциями. И, собственно говоря, была создана такая модель на основе логистического классификатора РФ-модуля для определения статуса ХЕР-2 при раке молочной железы. И это важно для формирования плана лечения, изучения опухолей, наверное, подбора химиопрепаратов. И другое исследование тоже, так сказать, посвященное таргетной терапии при ХЕР-2-позитивном раке молочной железы. И, собственно говоря, вот здесь вот очень красивая иллюстрация. Тоже перед, в общем-то, проводились исследования, ответ на таргетную терапию, и фиксировались вот эти участки, где есть накопление препарата, нет. Но, собственно говоря, на основе этого в перспективе может быть создан метод, метод, помогающий определить биологические характеристики ХЕР-2 и оценить в полном объеме ответ на таргетную терапию. Это будет вообще прорыв. Поэтому, на мой взгляд, изучив весь материал, собственно говоря, я могу сказать, что ситуация более плоха при люминальном Б, честно скажу, нежели при ХЕР-2-позитивном раке. Почему? Наличие таргетной терапии – это большой прорыв вперед. Это минимизация, кстати, аспирантка Екатерина Санны в этом году защитил диссертацию, как раз посвященную ХЕР-2-позитивному и ХЕР-2-агрессивным формам рака молочной железы. Аспирантку вы видели, Мартаду Викторию. И, собственно говоря, как раз эта диссертация подтвердила, что возможности наших знаний в области молекулярной биологии, в области инструментальной диагностики и в области гистопатологии говорят о том, что через десятилетия, ну, наверное, будет прям суперздорово. Наверное, будет стопроцентная излечимость. Ну, во всяком случае, будем на это надеяться. Спасибо. Продолжение следует...